На истекшей неделе инспекционная поездка в нашем районе побывал первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан Алексей Гасанов. Его сопровождали полномочные представители Центральном территориальном округе Республики Дагестан Шамиль Зайналов, Северном территориальном округе Вячеслав Пономарчук, начальник управления администрации главы и правительства Республики Дагестан по внутренней политике территориального развития Мавледин Маликов, заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД Залкип Залкипов, министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Набиулла Карачаев, первый заместитель руководителя агентства по транспорту и дорожному хозяйству Республики Дагестан Ахмед Магомедов и другие руководители и заместители ведомств. Комиссию на границе нашего района встретил глава муниципального образования Хасаевертовский район Джамбла Шапиев Салаов. Цель поездки – изучение состояния придорожных зон отчуждения федеральных и республиканских дорог. Алексей Петрович указал на необходимое скорейшее определение зоны ответственности участников инспекционной комиссии в соответствии с нормативными нормами по обслуживанию автодорог. Для кардинального изучения и изложения состояния обочин дорог, разработки схем, закрепленных территорией, ответственным даны соответствующие задания. Может цивилизованно, нормальные налоги будут платить, и проект будет, и безопасность будет, и санитария, и все будет. Вот к этому еще не привыкли. Но это уже лет 15-20. Здесь еще не привели порядок, в апреле вообще здесь было. А сколько надо привыкать? Здесь надо ломать, вот как это поломать, вот поставили, это вообще. А что я ломаю? Ее только поставили. Да, здесь пара была, видишь, не считаю. Сейчас они с чьих делом-то. Комиссия проверяла состояние обочины федеральной трассы по маршруту Махачкала-КПП-Герзельмост на Валакского района Республики Дагестан. Особых замечаний в Хасаюртовском районе не было. По завершению поездки своими впечатлениями поделился руководитель комиссии Алексей Касанов. Сегодняшний выезд сделан в рамках проверки санитарного состояния артистовно-строительного вдоль трассы М-29 на Стопарку. К нами запланированы 4, вот такие, значит, по этой трассе в сторону Песенского поставок, где мы сейчас находимся. Завтра в сторону Штага, в сторону Магара, в центре поездки. Чуть позже мы это посмотрим, в состоянии федеральных трасс, прилегающих территорию федеральных трассов, в судьбу Ружно-Супарковская и в гордую территорию. Должен сказать, что состояние хоть и улучшилось, по сомнению с прошлым, все равно застарел не подойдет. Во-первых, само санитарное состояние, особенно в местах прилегающих населенных двух, там, хаотичная застройка и даже самая спиной убедительная состояние. Все это, конечно, подключающее состояние, ощущение. Поэтому основная цель наша, значит, вместе с главными вот этих районов, с руководителями республиканских, территориальных, федеральных органов, значит, провести работы по координации деятельности и наведению порядка. По результатам сегодняшнего рейда, какие меры будут приняты по решительности? Здесь есть представители Министерства внутренних дел, которые были вручены, службы участковым традиционерам. Значит, здесь есть представители министра экологии, здесь есть представители москопного обзора, москопребного обзора, москопребного обзора, других служб. Здесь выведены основные причины, то есть, введены основные проблемы по этому выезду. И в ближайшее время мы подготовим вопрос на обсуждение, значит, либо при председательной правительстве, в зависимости от того, какая сейчас конфигурация вопросов готовится, либо в администрации, главы правительства. Главам корп Маскалинского, Кизель-Юртовского, Хаса-Юртовского и Новодавского районов, а также города Хасавюрт и руководителям ряда ведомцев даны соответствующие задания и указаны сроки устранения имеющихся недостатков. Очередной визит инспекционной комиссии ожидается уже через месяц. Субтитры создавал DimaTorzok